День Давид, рад вас приветствовать, ребят, всем привет, добро пожаловать на мой игровый канал. Сегодня мы посмотрим на необычную игру, на игру, в которую я много играл, на мобильном устройстве, именно на мобильном, потому что это мобильный шедевр. Но, теперь не совсем, потому что эта игра успела перебраться и на консоли. Я не знаю, как на других платформах, но на PlayStation 4 вышла игра Beach Buggy Racing. Да, вот такая вот замечательная, прикольная игрушечка, каркадная гоночка, веселенькая, ну в общем, сами сейчас все увидите. Я в эту игру очень много играл, когда был маленький, я не помню, сколько мне было лет, но это было давно. Ребят, игра очень старая, ей овер дофига лет, но она очень интересная, забавная. Я эту игру полюбил за веселую атмосферу, необычную, уникальную, вот с персонажами, со всеми, тут уже немножко поиграл, уже пройдено много чего. В этой игре есть трофеи, ачивки для PlayStation Network. И, ребят, что самое уникальное и удивительное, я могу посмотреть, сколько трофеев мне до платины осталось и сколько тут в целом есть. Я собрал три трофея, вот видите, нажимаем на этот кубок, из 45 до платины, я собрал три трофея. Нажимаем и смотрим. Трофей новичок получил, трофей ученик получил, вот. И здесь, что самое уникальное в игре, ты можешь посмотреть на сколько процентов и сколько тебе осталось еще сделать определенных действий для того, чтобы получить трофей. То есть, например, командный игрок, нанять пять водителей. Трофей у меня, можно так сказать, получен уже на 40%. Вот, пять водителей. Вот, смотрите, сменить водителя, нанять это значит просто пройти босса, да, и получить его, вот. То есть, водители просто так не даются. Их нужно именно побеждать в карьере и нанимать. Нужно пять штук нанять. Вот. Их здесь больше, я не считал, но их здесь больше, чем пять. Вот. Например, например, смотрите, трофей метричный век преодолеть 100 километров. То есть, просто проехать 100 километров. Не за время, просто проехать, они со временем наберутся сами. 84% у меня трофей выполнен. Вот такая вот уникальная фича. Я просто еще ни в одной игре на PS4 не видел такой возможности, чтобы не выходя в главное меню вашей приставки, вы могли прямо в игре посмотреть трофеи. Блин, это прикольно. Вот если такие технологии будут уже и в PlayStation 5, то это будет мега круто в современных играх. Вот. Такие дела, ребят. Так, хорошо, выбрать серию гонок. Я, смотрите, прошел два босса. Главу городские улицы и кубок кокоса. Давайте самую первую выберем, что ли. И, например, пятую гонку. Давайте пройдем ее заново. Кстати, если на мобильном устройстве у тебя был ограниченный лимит заездов, ну, то есть, чтобы сыграть в игру один раз, проехать гоночку, тебе нужно было потратить один кристалл. А эти кристаллы либо покупаются за донат, вот, либо зарабатываются временно. Но, если все эти кристаллы потратятся, если мне память не изменяет, там, по-моему, их всего 10, вот, то ты должен будешь оставить игру, выключить ее и, естественно, ждать, пока у тебя за час, а то и два накопятся эти кристаллы заново. Ну, если ты хочешь ускорить этот процесс, ты можешь там покупать в самой игре в разделе бонусы определенную фичу, вот, то есть, буст. Вот, и ускорять. Воу, блин, интересненько, видите, всякие тут препятствия на локациях, всякие здесь разные неизвестные штуковины можем подбирать и швырять в наших соперников. Да, вы не жалуйтесь на разрешение экрана, оно таково, потому что это полноценный порт с мобилки. Вот, все, я улетел, мне как-то, да, ну, я первый. Ладно, это порт с мобилки, поэтому такое разрешение. Вот, давайте нажмем продолжить и, допустим, я не знаю, пройдем в этой главе вторую гонку. Так, очень интересная игра, она меня прям зацепила, затянула в детстве. Много в ней играл на своем телефоне. Я вообще не ожидал, что я зайду когда-нибудь в один прекрасный день в PlayStation Store и увижу эту игру. Я вообще не знал. Я узнал об этой игре буквально вчера, когда, собственно, и купил ее. Что вот она есть на PlayStation 4. Вот. Так, ладно, включим щит. Хотя не нужно было его тратить, но ладно. Так, видите. Оооо, уооо, задел препятствия. Меня еще и бык задел. Блин, давайте раскидаем мячики. так может включить полицию типа болен ускориться это аля такой буст ускоряемся блин вы представляете я поставил нет давайте выйдем отсюда мне для трофея нужно будет собрать все звезды пройти всех боссов поэтому я не буду тут просто такое дело если ты переигрываешь игру и получается что ты прошел допустим гонку там а я не могу смотрите прикольно да и ты прошел гонку допустим первый раз на три звезды но когда переиграл прошел гонку заново и получил одну звезду то у тебя остается одна звезда это я помню сейчас когда с телефона играл в эту игру может на ps4 на ps4 видите много чего изменилось на самом деле тут бесконечная энергия если это можно назвать в общем ты не 10 раз за кристаллы там можешь кататься вот и все и вырубать игру ждать пока они будут пополняться и я здесь бесконечно то есть просто себе играешь в игру и все также здесь добавили возможность выбирать бонусы бесплатно раньше они тоже покупали за донат за кристаллы но сейчас их можно просто бесплатно себе выбрать и играть бонусы в этой игре бывают такие как допустим ранний старт то есть ты допустим стартуешь да и ты там должен кого-то догонять что-то там гонять а ранний старт дает тебе возможность сразу опередить всех на своем пути то есть там трамплин ставится перед тобой и ты с него прыгаешь и оказываешься сразу впереди вот такие вот дела давайте посмотрим какие здесь машины мы имеем какой транспорт потому что ну а вдруг тут добавили hot rod а вот смотрите раньше раньше же не было этого hot rod а раньше же не было его раньше не было этой тачки в игре вот вот этого hot rod да раньше не было в игре на мобилке не было по крайней мере я не видел не знаю вот а здесь добавили просто так по моему кстати за донат тоже нужно было ребят вы можете абсолютно любой транспорт выбрать если на телефоне ты покупаешь машину за кристаллы то здесь ты можешь просто ее выбрать и играть с ним это очень прикольно потому что мне например не нравилось покупать за кристаллы тачку но я катаюсь на 1 потому что я ее прокачал достаточно хорошо да я тем более когда играя не на тачку смотрю а на трассу и каждая машина ничем не отличается от друг друга по характеристикам ну вообще по характеристикам она отличается но прокачка как бы тут влияет на все если я прокачаю эту тачку до максимума и прокачаю вот эту машину до максимума то различий никаких абсолютно не будет вот ребят если вам понравился такой вот мини взгляд мой на эту игру вот то ставьте лайки подписывайтесь на канал оформляйте колокольчик качайте ее на мобиле покупайте ее на консоли играть где-нибудь в эту прекрасную игру всем пока